Сегодня у нас группа плохо, горький опыт, группа Крупский и сотоварищи, группа, ой, просто Юрий Шатунов, а также краснознаменная дивизия моей бабушки, Кармен, Гудбай Лондон, Хай-Фай, а мы любили, и мы любим, и мы продолжаем любить, и мы будем любить. Все, остаемся на 14 канале. Ну что ж, с вами 14 канал и Сокол Сергей, и сегодня я, ведущий данного шоу, подписываемся, а также подписываемся на Али Рэкшн и Соколайф, лучшие каналы в России. Сегодня у нас в студии... Братья и сестры, всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, с вами снова Александр Лукино, Кей Али Рэкшн, подписывайтесь на мой телеграм-канал Али Рэкшн, он находится в публичном доступе. Я увлекаюсь литературой, кинематографом и музыкой, а также иногда балуюсь рэпом. Эм, здравствуйте, меня зовут Антон, мне 18 лет, и я увлекаюсь хакимом и плаванием. Айоу, дамы и господа, это R.C.J. А.К. Роджи Вэн, психологическое имя Паша Грин, я батл рэпер, гастрайтер немножко, поэт. И тусуюсь во всяких движухах, от кринжа до адекватности. Всем привет, меня зовут Дарьков Александр. Мне, к сожалению, пока 13 лет, но я очень сильно увлекаюсь волейболом, также предпочитаю рыбачить. И это пока мои увлечения. Всем здравствуйте, меня зовут Троицкий Никита, мне 17 лет. Огнем идет дождливая погода, я зашел сюда, чтобы спрятаться от дождя. Ну, вроде здесь местечко неплохое, посмотрим же здесь что-то как. Как говорится, пришел, увидел и сказал. Здравствуйте, меня зовут Синья, я увлекаюсь рисованием, живописью, дизайном, а также фотографией. Соля! Пять минут, пять минут! Сразу сказать, что я не знаком с группой Крупские сотоварищи, не знаком с этой песней, смотрел я этот клип впервые. Но что касается клипа, у меня он понравился, он передает такое рокерское, отвязное настроение, такое дерзкое. Что касается съемки, съемка такая имитирует человеческий взгляд, мне это тоже очень импонирует. Ну, а что касается самой музыки, ну музыка такая довольно простая, под нее хорошо зависать с друзьями на даче, там употреблять горячительно-поучительные напитки. Но у меня возник единственный вопрос к одной строчке. Там говорится, что как бы нету в мире женщин добрее, чем в России. Не знаю, то ли мне не везет на женщин, то ли еще что-то. Потому что все женщины, которых я знаю, начиная от моей бабушки, заканчивая моей троюродной сестрой, они не были добры со мной. Я не знаю, то ли со мной что-то не так, то ли еще что-то не так в нашем мире. Я не понимаю, не согласен я, в общем, с этой строчкой. Какой такой прямой, как башня, но твоей ноги я не стройней. Никаком аэрофлотте вы на странном самолете. Нет комфорта проще кирогей. Ну, что могу сказать. Нормальный клип, да. Значит, ну, как один этот курил, вот этот вот с сигаретами своими. Ну, что это такое, а? Ну, это все, это про 80-е наши. Много женщин есть красивых, но таких, как здесь, в России, нету лучше, чище и добрей. Ну, кир такой интересный, на один раз пойдет, снятый на одном кадре. Но, тем не менее, сама музыка спокойно, в принципе, в компании, друзей, на отдыхе, где-то на природе пойдет, для прослушивания. А так, в моем представлении, такое ощущение, будто каждый персонаж в этом клипе, он олицетворяет некую, как-то, увлеченность. Один играет на музыкальном инструменте, другой занимается спортом на велотренажере. Ну, в принципе, клип неплохой. Но, лично для меня, чего-то не хватает такого динамичного, особенного. Как-то так. А, что я сказал, я тоже думал, что Крупский это Крупнов Анатолий или нет, зашел в угром. И, ну, действительно, это Крупнов Анатолий. Анатолий Крупнов это все-таки, как бы, основатель Черного Белиска. В прошлом сейчас есть новый состав Черного Белиска, но уже чуть не тот по формату, может быть. И плюс Крупский это басист-виртуоз. А насчет клипа, ну, он однотонный. Может, даже этого времени он уже был, как бы, не совсем подходящий. Ему уже было хоть как-то качество, вот, по съемке, ну, по картинке сделать более красивее. А то, ну, как странно. Ну, и плюс мне там не понравился вот баянист. Не знаю, вообще, баянист не нравится, они, как-то, все скуфы, как какие-то клоунады. Ну, не люблю баяны, кстати, вот, прям очень сильно. Могли бы добавить вместо баяна там синтезаторов каких-нибудь. Ну, по тексту так себе тоже. В общем, средненький такой клипац, даже для того времени. Более-менее понравился этот клип. Клип очень напоминает «Жизнь в общежитии». К сожалению, этот клип я смотрю в первый раз, так что больше о нем, ну, не могу рассказать. Про известных композиторов, которые там снимались, я, к сожалению, не знаю. Но могу лишь одно сказать, текст песни более-менее понятный. Такой вот из 80-х, 90-х. Ну, в принципе, понравился. Потому что я больше любитель 80-х, 90-х по песне. По песням. Давайте. Ага. Я не могу сказать, что этот клип вызывает какие-то яркие ощущения. Он проходной, обычный. По поводу битвесни я не могу сказать, что я бы его переслушала. Он передает Харлей Дэвидсон с 47-го года, который стоит, и у которого, к сожалению, протекает масло. А второе, это все-таки присобачить на 21-ю Волгу, вот она, Олененко. Вот. И третье, это как бы дожить до завтрашнего дня. Вот, собственно, оно и все. Я решила шатунов сам по себе. Я такой известный артист и певец. Ну, певец был. В общем. Я пытался все вспомнить, что мне напоминает эта песня. И я сейчас взглянул, эта песня была записана в 2012 году. Насколько я помню, вот такую песню я мог бы точно где-то услышать в машине, пока ездил с родителями куда-либо. Не знаю, просто куда-то там по делам, включили эту песню и просто сидим, слушаем. Так-то песня такая интересная и популярная для тех времен. Но, что я могу сказать по поводу клипа. Клип какой-то простой и сделан по образцу, который многие использовали в то время. Так что клип, наверное, лучше, чем прошлый. Мне понравился, потому что в прошлом как будто бы какая-то нейросеть присутствует, как будто бы он так сделан. Ну, намного лучше, чем прошлый клип. Мне этот клип понравился, ну, так я могу, конечно, судить такого великого певца Юрия Шатунова. Ну, для тех времен клип, ну, просто он беспрецедентный, пользовался популярностью у молодежи, я считаю. Так что я считаю, что это одна из лучших песен, как минимум, в этом проекте. Тебе навечно пусть сохранит наш майский вечер, наш теплый вечер. Ну, клип, кстати, классный. Ну, это 80-е, 90-е, у сам Юрия. В этом клипе явно присутствует характерно для тех времен очень кислотные цвета, яркие. Из-за чего очень от него веет ностальгия, когда ты сидишь где-нибудь у бабушки, и она его включает. Можно было бы начать критиковать этот клип за его напыщенный сентиментализм, можно было бы начать критиковать Шатунова и его довольно простую лирику, но я не буду, я считаю это непозволительно, потому что Юрий Шатунов подарил огромному количеству людей радость, любовь, надежду и веру в то, что все будет хорошо. Да и вообще под эту песню «Майский вечер» я вспомнил, я хоронил своего дедушку, правда потом оказалось, что дед просто скрывался от долгов и прикинулся мертвым. Но это уже не важно. Важно то, что Юрий Шатунов легендарный артист и навсегда останется в наших сердцах. Многие говорят, что Юрий Шатунов подарил песни, но мало кто знает о факте, что 20% написал этих песен в киток, за заключение даже взять эту песню на самый майский вечер. Сергей Борисович Кузнецов уже покойный, это его авторство. Юра просто хороший исполнитель, также у Юрии тоже свои там были песни, которые он писал, но вот именно к этой песне рука, там пирог композитора, как поэта Сергея Кузнецова. По поводу клипа, ну, смотрибельный клип, можно окунуться в какую-то там наследию, но для тех людей, как бы его поколение, ну в общем, тут более чем получше, чем прошлый клип. Понравилось. Все, спасибо. Моя любовь к тебе навечно, пусть сохранит наш майский вечер, наш теплый вечер. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И там очень много ребят и знакомых, как бы, артистов с разных вообще жанров, они и тут понравилось. В плане клипа он такой абстрактный, а мне такие клипы абстрактные вполне нравятся. И, кстати, по поводу группы «Земляне» есть такой исторический факт. Далекие там еще годы, 80-е, на переднем плане с микрофоном стоял Игорь Романов. Сиды ли, что он поет. Но пел там не Игорь Романов, а все-таки пел Скачков. Просто Скачков был такой некрасивый, несимпатичный, и они такие подобные, когда проводились в этой группе, «Слушай, давай ты будешь стоять петь сзади где-то, а не стой будешь стоять петь вот Игорь Романов, потому что он красивый, а не ты». Ну, вот не как-то так. Ну, что могу сказать. Когда сзади в 80-е, 90-е, когда вы слушали, знаете, на кассетах, на радио еще, когда группа «Земляне» пела, ну, и прихожили взять какую-то там эту гавер-группу, вот эту, это вообще был рок, был рок. Клип очень яркий и анимационный. Анимация простая, но достаточно привлекательная, но не очень понятно, почему периодически в клипе, на поле космоса, были арабские символы. Несомненно, клип лучше, чем кавер. Лично для меня. Также я не могу понять, зачем в клип добавляли арабские буквы и китайские иероглифы, но, может быть, так надо. Также сам стиль рисовки клипа меня немного вгоняет в такое детство года, так, 2013 или 2014, потому что стиль напоминает рисовку, как у телеканала «Карусель», примерно та же. Так что, да, насчет самого кавера, что могу сказать? Несомненно, сам текст песни и группа, которая исполнила сам оригинальную песню, очень круто. Да, мне нравится. И кавер, исполнители постарались передать максимально интересный настрой песни, так что мне нравится. Клип мне, конечно, понравился, потому что в те годы это вообще был нонсенс, такие вот клипы делать, начало читать анимации. Ну, песня, конечно, да, песню все, думаю, знают, каждый человек, который родился в России, я думаю, ее слышал, просто обязан был слышать, она довольно популярна, но так больше нечего рассказать про эту песню. Знаете, клип очень безумный, сумасшедший, там творится всякая наркоманская дресня, но мне это очень всегда нравится, но вообще музыка и сам клип, лирика, все очень органично сочетается, а для клипа это самое главное. Пожалуй, все. Ну что ж, сейчас где мы на шоу 14 канала? Ну а сейчас мы переходим на следующую группу. Краснознаменная дивизия моей бабушки, не вашей, моей бабушки. Песня мне, конечно, по сценарию более-менее зашла, а вот клип, вот тут надо более, как мне кажется, импровизации добавить. Ну а так нормально можно слушать. Ну это моя волна, типа, вот. Ну это похоже, кстати, было на группу, этот серебро, там, это темниковая, этот серебро, в общем, в общем, было похоже. Ну или как-то там он их вообще убивал, их реально. Ну и потом концерт арестовал. С этой песней меня очень много что связывает. Под эту песню я вообще впервые поцеловался с девушкой. Но знаете, в моей жизни всегда, когда что-то происходит, у этого оказывается второе дно. Например, умирает мой дедушка, потом оказывается, что он жив. Или целуюсь я с девушкой, потом она оказывается мужчиной. Но не будем обсуждать любовные похождения моей юности. Я скажу чуть-чуть про клип и про саму музыку. Клип витальный, классный, заряжает энергией, позитивом. Он действительно летнее настроение. Ну и музыка тоже отличная, лирика, все очень классно. Ну и еще одно добавление. Я, Алиер Экшен и наш ведущий Soko Life ходили даже на концерт краснознаменной дивизии моей бабушки. И нам очень понравилось. И я думаю, это впечатление просто на всю жизнь. Ребята, клип красивый, мне понравилось. Много знакомых мест. Кстати, ее снято в районе метро Белорусское. Там было кирпично-красное здание, это депо. Кстати, ребята, музыканты, приходите в депо. Там ребята выступают каждые выходные на сцене. Там барабан, установка, микрофоны, гитары, детский пульт. Всегда все на сцене. Можете приехать и выступить там. В общем, клип отличный. Мне очень интересно, как группа придумала себе такое название. Краснознамена, дивизии имени моей бабушки. Это моя бабушка. Твоя бабушка, вот. Ну, ладно, неважно. Но интересно. По поводу клипа и песни. Клип душевный. То есть, когда я вспоминал, я вспоминал лето своих предыдущих. И прочие интересные воспоминания, связанные с летом. Там, лето жара, июль, там, все такое. И, судя по названию, последнее лето, для кого-то оно может быть и действительно последним в каком-то там своем роде. То есть, я считаю, что для меня нынешнее лето 24-го года, оно для меня последнее, как для школьников. Потому что в следующем году мне будет уже 18 лет, и уже не будет так интересно, как в прошлые разы. Так что, надо оценить те времена, которые у нас есть, и по полной создать себе много новых, приятных и теплых воспоминаний. Ну, в клипе явно был сюжет. Правда, я его с первого просмотра не поняла. От самого клипа и от самой песни есть какая-то энергетика свободы. Сама песня мне понравилась. И сейчас мы переходим к группе Кармен, Лондон Гудбай. В принципе, мы с этим согласны. Ну, мне кажется, эта песня могла бы вообще стать спокойно саундтреком нынешней России. Потому что сейчас именно такое время, когда наша страна попрощалась не только с Лондоном, но и со всем миром, со всей Европой. Не знаю, правильно это или нет, судить не мне, иначе засудят потом меня. Так что, не буду развивать свои мысли по этому поводу. Скажу только одно. Клип реально крутой, музыка крутая. Мне этот клип ставил мой дедушка, моя бабушка. Мы все под это танцевали, кружили канканы. Соседи там нас не влюбили за это, помню, приходили потом. Ментовку жаловались на нас, за наши танцы и музыку. Ну, в общем, эта песня действительно навевает такую ностальгию. Говорит радиокорпорация Би-Би-Си, Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись экзотик-поп-туэта Кармани. Ну, какой, кстати, клип, это, по-моему-то, ну, по-моему, этих, 90-х. Ну, мы все танцевали на этих, на дискотехах, вот. Ну, такой, кстати, вот этот, на этом мотоцикле, вот, в конце он. Вот. Ну, после этого этот полицейский. Боден, goodbye. Hi-hi-hi. Ну, это-то не так. Как все было, так все, как и осталось, по сути, своей. Никто никому не запрещает выезжать из России и в нее приезжать. Поэтому не так, что там сказали, вот, goodbye, если. Так же продолжаются продажи, покупки. То есть ничего не изменилось на всех этих политических моментах жизни. Все-таки остался клип. Отлично, я бы снялся в этом клипе в качестве танцора. Ну, это даже сказать нечего, потому что сам по себе клипы песни легендарны. Песня, текст, в принципе, сама вот электронная музыка, она вот переносит меня в Лондон. Как будто бы. Что могу сказать по поводу клипа? Клип, при посмотре него, я как будто бы почувствовал себя в Лондоне в это время, в 90-е. Но, тем не менее, я думаю, что... Да что я думаю, в принципе, что сказать? Сам по себе клипы и песни легендарны и в свое время, они пользовались большой популярностью. И, думаю, даже сейчас в некоторых тематических заведениях эта песня очень часто ставится на дискотеке и, в принципе, в ресторанах и в барах и прочих. Так что мне больше нечего сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Нихаль Сэм. Эта песня, конечно, просто легендарная. Этот клип просто снят идеально под стилистику. Эта песня подходит по всем мотивам, я не знаю, этой песне, словам. Ну, я сам эту песню слушал с этим именно клипом где-то более 50 раз. Я даже не знаю, папа любит эту песню, все просто слушают ее везде практически. И особенно, как повторил этот молодой человек, в любых тематических заведениях Англии, я не знаю, в России, все ее часто ставят. Ну, в принципе, сказать нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сама песня, ну, понятное дело, принципальная. Несмотря на то, что она идет 5 минут с половиной, она не ощущается затянутой. Как лип, я не знаю. Ну, мы продолжаем. Любовь – это наше все. Об этом писали классики. Пушкин, Купрен, разное. И, конечно же, об этом поет вся попса и в России, и во всем мире, и в США. И, конечно же, мы переходим к клипу «Хай-пай», а мы любили. Поехали. У меня это вызвало некую ассоциацию с тем, как я нахожусь на даче вместе со своей семьей, как мы жарим шашлыки, как мама и папа танцуют вместе. Как, в принципе, я танцую с мамой, а папа танцует с бабушкой. В принципе, обычная семейная посиделка, но так клип мне зашел. «Хай-фай». Очень такая старая и легендарная, наверное, для кого-то группа. Так что слушаем. «Хай-фай» Я вообще не соглашусь с Никитой Калагривом. Я заметил за собой такую особенность, что я умею только хвалить. Мне лучше лишний раз похвалить, чем покритиковать. Но это именно тот случай, когда стоит лучше покритиковать, потому что нельзя как бы становиться заложником чего-то одного, заложником своего одного образа. Нельзя все время хвалить. В общем, мне показалось, в этой песне нет ни души, ни той самой любви, которую все поют. Я вообще, как бы, этот клип меня ничем не зацепил. И переслушивать его я точно не буду. Но, может быть, переслушаю и пересмотрю только из-за мужчины, который очень напоминает Никиту Калагрива. Может быть, пересмотрю из-за этого, может, он... Хотя, наверное, и пересматривать не буду. У меня и сегодня Никита Калагрива, мы с ним постоянно гуляем, тусуем. Блин, клип реально ужас-фигня. Вы просто не смотрите и не слушайте. Ну, конечно, ну, хорошо, кстати, клип, кстати, был этот Митя Фомин, который все время пел. Ну, приходим, кстати, в 80-е, ну, может, кстати, в эти пороки, ну, и, конечно, в эти пресс-араты. Кстати, по поводу пел Митя, это не факт, на самом деле, до 2009 года. Получается, вот, Митя Фомин, Матвей Прольнкин и Ксения Олегов, они просто анимировали скромность Павла Есенина. То, что музыка, аранжировки, вокальные партии используют все Павел Есенин. А текст написал продюсер Эрик Чантурия. Слово Чушпана Казань для Никиты Калагривой. Все это было сделано в 23-м году, а сценарий похож, прям как из данного клипа. Все действие находится в автобусе. И, конечно же, мы не знаем, как это произошло, откуда взялся данная идея, откуда взялась данная идея. Извините, ошибся. Клип, он скорее нацелен на глубокий смысл и глубокое понимание. И я точно все свои мысли сейчас изложить не могу. Для этого надо еще раз его пересматривать, изучать досконально. Но личное мое мнение в том, что автобус в этом клипе, он как метафора. Он представляется как не автобусом, а как жизнь. То есть человек едет в автобусе, он едет в этой жизни. И жизнь бывает и горькой, и сладкой. Но в этом клипе жизнь у нас горькая. И там представлено много персонажей со своим опытом горьким, которым они проходят. И большинство из них уже сошло с этого автобуса плохой жизни. А кое-кто остался. И там даже показано, что герой главный клипа так и не глушил с автобуса. Скорее всего, там он и остался. Так я это понимаю, но нужно все еще смотреть и понимать. Второй клип после краснознаменной дивизии «Моей бабушки», у которого есть свой драматургически выстроенный сюжет. Здесь есть свои герои, есть своя особенная атмосфера. И, как сказал Никита Калагрива, есть, конечно же, метафора. Автобус – это жизнь. Очень согласен с этим. Ну и вообще, несмотря на название группы, и несмотря на все то, что в клипе происходит, во время просмотра мне было очень даже хорошо. Ну, что могу сказать? Вот, знаете, клип. Кстати, было похоже на этого, на Никиту этого, Ефремова. Пошли метик для Никиты Калагрива. У нас сегодня отбивается, отбивается за всех. Клип такой депрессивный. Как бы, есть о чем задуматься. А как его комментировать, я даже не знаю. Сложно в данный момент. Ну, я его пересмотрю, может, еще раза 3-4 точно. За его атмосферности самой. Клип комментировать, конечно, я не хочу. Но это метафора. Там надо прям глубоко вдаваться в клип и пересматривать, как повторю. Ну, песня и музыка не зашла. Честно. Не могу больше сказать. Не очень поняла, при чем тут вообще автобус. Но ты не умеешь. Спасибо. Никита Калагрива. Спасибо. Остановите, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...